Доброе утро! С вами Ольга Воронова. Удачного вам настроения! Весной у каждого садовода возникает один вопрос. Как перезимовали деревья? Нужно пройтись по саду и срезать по веточке. Вы должны эти веточки поставить в воду в баночку, обязательно увезти с собой в город. И там вот этот букетик должен постоять несколько суток при температуре 23 или 25 градусов. Если распустятся зеленые листочки и они не почернеют на следующий день, не опадут, то вы можете быть спокойными, потому что с вашими деревьями ничего не случилось. А вот если почки не распустились по какой-то причине, тогда нужно будет резать стебель и смотреть. Если середина коричневая, это плохо, это значит дерево померзло полностью. Если только ближе к кожице, то ничего страшного, оно сможет еще восстановиться. Просто за ним нужен будет особенный уход. Перезимовка – это один вопрос. А второй вопрос – болезни деревьев. Да, их, конечно, много. Но не стоит пугаться, если на стволах вы увидите, например, лишайники. Лишайники – это как раз не вредно, это показатель чистоты воздуха. Ну а если вы увидите древесный гриб, это хуже. Древесный гриб нужно обязательно вырезать вместе с древесиной и замазывать то место, где он был, садом варом. Но есть такое заболевание, так называемый черный рак деревьев. А еще его называют антонов огонь, потому что он выглядит так, как будто дерево обуглилось. Многие замазывают, многие зачищают, и никакого эффекта это, ну, как правило, не дает. Но черный рак можно победить, и я вам покажу, как. Делать это нужно обязательно по технике безопасности в такой день, когда не ниже плюс 6, и когда не слишком сильный ветер. Чтобы не ожидалось ближайшие 3 часа дождя, иначе он сведет на нет все ваши усилия. Меч, содержащий препарат, я аккуратненько подрезаю, засыпаю в ложку, добавляю чуть-чуть воды. Это должна быть такая кашица. А теперь смотрите, что делаем мы дальше. Промазываем это место. Ничего я не зачищаю, ничего я ножом не срезаю, чтобы не разносить эту заразу. И вот эта вот моя кашица позволит сжечь его изнутри. Черный рак, как и любое заболевание, имеет смысл лечить, когда он не все дерево, конечно же, поразит. С вами была Ольга Воронова. Удачного вам настроения! Продолжение следует...